Субтитры сделал DimaTorzok Она за мной заедет и мы с ней поедем по делам Я вам в прошлом влоге рассказывала И надеюсь получится поехать в торговый центр Не знаю, спрошу как у нее по времени Просто одна мне не хочется Слава не очень хорошо себя чувствует Не знаю, посмотрим В общем, либо с мамой поеду, либо уже подожду Когда Слава будет хорошо себя чувствовать Потому что одна, конечно, не хочу Так, в общем, сегодня 9 ноября Где-то через минут 20 за мной заедет мама Поэтому нужно пойти что-то перекусить Я ничего не ела, только сделала себе чай Встала недавно Что еще? А еще я не попадала в пижаре Но из-за того, что я чувствовала, что я как будто бы вспотела И мне холодно Я переоделась в футболку Вот что-то более сухое, по моему ощущению Ну, конечно, странная какая-то дня Так-так-так, что мне такого поесть? Наверное, вот и бродики Давно я вот такую колбаску не ела Вот такую я люблю кушать колбаску с черным хлебом Промючится эта камера или нет И у меня как раз такой есть За окном мерзкая погода Дождь Вчера тоже был дождь Я ходила за капучинкой под дождем Мы продолжаем смотреть великолепный век И если честно, немножко уже как будто бы Не то, что надоело Мы сейчас на втором сезоне Ну, как будто местами скучновато Я уже не так сильно переживаю за Хюрем Не знаю, мне почему-то кажется, что с ней точно все будет ок Хотя, фиг знает В любом случае непонятно Но то, что происходит, меня больше бесит А не так, что я переживаю Я не могу Точнее, я бы хотела вам рассказывать Но я не хочу спойлерить Потому что вдруг кто-то планировал, хотел посмотреть И, ну, как бы не хочу вам портить настроение Своими спойлерами Но те, кого я раньше любила в сериале И думала, ой, хороший человек Добра тебе То сейчас наоборот Вы только посмотрите, какая мерзость Какая отстойная погода Ребята, я уже дома И сегодня мне прислали вот такой чемодан Подарочки там какие-то Я не знаю, что там, если честно Поэтому сейчас мы с вами посмотрим Вообще, странный, конечно, такой подарок Получать в виде чемодана Но там, наверное, что-то внутри В общем, сегодня мы не ездили в торговый центр Завтра уже, надеюсь, съездить вместе со Славой Так Ооо, как здорово! Сколько всего! Это подарок от Море ТВ А сейчас мы на Море ТВ смотрим Великолепный Век Кстати, Галеме тоже спрашивали, где мы смотрим Великолепный Век Потому что нигде на каких-то других платформах его найти не могли А мы смотрим на Море ТВ как раз Как мило! Столько всего, всяких каких-то подарков Это так неожиданно! Не знаю, что здесь, если честно Я даже не ожидала, что будут какие-то такие прям подарочки Тут какой-то кулончик Что это такое? Или это что? Амулет, браслет из шерстенной красной нити Серебряной каплей исполнит ваше самое заветное желание Нить необходимо повязать на левую руку на 7 узлов Представляя желаемое Капля теряется, желание сбывается Ничего себе! Я видела такое, что у людей носят Но сама никогда не знала Я еще всегда думала, зачем это Но я слышала, что это желание исполняет какие-то Ну, такая вот есть штучка Нифига себе! Здорово! Я это сохраню и попозже, может, завяжу желание Я пока не придумала, чего я желаю Я много чего желаю, но это что-то одно заветное Вот этот бренд, Элемис какой-то Как его? Элемис Как его правильно, интересно? Бальзам для умывания Вот, сериал на двое, видите, как здорово? Элемис, Элемис У меня от них есть масло Очень классное масло для тела Короче, тут такие миниатюрочки прикольные подарили Так, а это что? Единство красоты и здоровья Тут тоже какие-то штучки Гляньте Что это такое? Так здорово! Вообще, так приятно! Что это? Крем с нежной текстурой Разглаживает, увлажняет тонкую кожу вокруг глаз Надо будет почитать про этот бренд Вообще составы и так далее Я не в курсе, не знаю, такой бренд Но интересно Что-то регенерирующее Травки для легкости 262 семена фенхеля, зиры и кориандра Листья садовой мяты и мелиси Цветы ромашки, ягоды, боярышника, корень имбиря Каждамон 22 чайных пакетика в конвертах Ну пахнет необычно немножко Не так, чтобы, знаете, типа как чабрец вкусно пахнет Как-то необычно пахнет Но может быть эта упаковка так пахнет, не знаю Тут какая-то очень тяжелая, красивая Бархатная аж коробка Посмотрите Люди думают, что близость это с*** На самом деле близость это правда Когда осознаешь, что можешь открыться кому-то Рассказать самое заветное Разоблачиться И предстать таким, какой ты есть А тебя уверяют, что опасаться нечего Ты знаешь, что так оно и есть Это и есть близость Мне страшно Может, тут аромат какой-то Я даже не знаю Какие-то книги Это просто какие-то бумаги Ничего себе 100 вопросов для знакомства с партнером Нифига себе Как неожиданно Посмотрите Тут куча бумажек И на каждый вопрос какой-то Как вы считаете, что укрепляет отношения? Что ослабляет? Существуют ли идеальные отношения и идеальные пары? Приведите примеры Почему они для вас идеальны и чего не хватает в ваших собственных отношениях? Какое место в вашей жизни занимает работа? Может, личная жизнь мешать карьере? Изменилась ли ваша жизнь в лучшую сторону после встречи с партнером? В чем это проявляется? Это здорово И очень интересно Сохраню эту коробочку Не знаю, может, потом с вами поиграю в эти вопросики Так, вот еще, кстати От этого же бренда Элемис Элемис Да как же его правильно произносить? Фруктовый лосьон для сияния кожи Суперфуд Надвое Надвое море ТВ Здесь что у нас такое? Столько всего Я, если честно, просто в шоке, реально Я даже не ожидала, что будет столько всяких подарочков Обычно такие подарочки никто не делает Так приятно Так, что это? Так Десять свечей Ух ты Свечки и спички Смотрите Наверное, какие-то ароматные Такой необычный чемодан мне прислали Столько всего разного, интересного Так Какие-то условия Так Есть голубая свеча Цвет, который отвечает за наш мыслительный процесс Показывает, что мы можем себе накручивать И буквально придумывать за наши фантазии и ожидания Которые мы можем перекладывать на других людей Также установки в голове, которые образуют от слова нашего окружения Все по парам, а я одна Замуж, что нужно выйти до 30 Без мужика и жизнь плоха Так и останешься старой девой Бьет, значит любит И другие деструктивные правила Короче, тут разные свечки есть Красные, белые, синие И они все для чего-то Но я, наверное, не буду Сейчас их открывать, зажигать Потому что мне кажется, это надо как-то настроиться На все это дело Не знаю, подготовиться морально Что-то зажечь Пока, наверное, не буду я это делать Что это такое? Тут какие-то подарки от Аэрофлот Промокод Мори ТВ Что это такое? Скидку дает? Так, от Аэрборио здесь что-то у нас Крем для рук И промокод Мори ТВ Как приятно Круто Такой вот брелок Смотрите, какие-то подарки от Аэрофлот Еще это что-то? Ничего себе, что это такое? Что это? Так, парфюмированный крем для рук Вау Я даже такое не знаю Выглядит, как какая-то лечебная мазь Видали? Сейчас вообще самое лучшее время для того, чтобы пользоваться кремом для рук Потому что как раз холод, мороз У меня вообще очень сохнут руки Я поэтому сейчас всякие витамины тоже начала пить Потому что у меня зимой Ну вот ближе к зиме Вот в такую погоду начинается просто сухость Крем для лица Тон натуральный бежевый Какой-то типа тональник, что ли Так, что это у меня? О, я могу себе что-то проколоть Данный сертификат предоставляет возможность воспользоваться услугой бесплатного прокола Ну да, скорее всего я могу пойти и проколоть себе, например, ухо или бровь какую-нибудь Прикольный сертификат, но я, наверное, такое не хочу пока Какая интересная картинка Какой-то могу прийти в ресторан и заказать сет меню для двоих Видимо тоже как подарок будет Смотрите, какая картинка прикольная Это ресторан Антона Ковалькова В сопровождении коктейлей от Дениса Кряжева Ресторан by Deep Fried Friends Вот, можно заказать столик Ничего себе Здесь про те бренды, от которых мне сегодня подарили подарки Горький шоколад Такие горькие шоколадки мне еще подарили На самом деле это просто такой неожиданный, приятный сюрприз, подарок Который действительно я никак не ожидала Ну как сказать, я знала, что мне должны какой-то подарок прислать Но это настолько, знаете, тяжело неожиданно Потому что кто тебе еще будет такие подарочки просто так прислать Ребята, экстренное включение Сегодня, сейчас мы будем тестировать мой новый выпрямитель В общем, любопытно, конечно Так что сейчас посмотрим, что у нас получится Сейчас я немножко с вами поболтаю А потом я включу себе какое-нибудь видео И буду продолжать выпрямлять волосы Потому что это займет немало времени Какой бы выпрямитель сильный, мощный не был У меня волос так много, что это, как сказать, это моя гордость Это и мое счастье Это же мое проклятие, или как называется Не знаю, несчастье Потому что, с одной стороны, это, конечно, реально гордость Класс вообще туда-сюда Богатство А с другой стороны, полнейший геморрой Что это очень долго все всегда приходится укладывать, сушить Ну, выпрямлять нет, конечно Так, ну, начнем с одной стороны Эту я сразу сделаю, потому что мне надо будет в разные стороны закручивать Вуалаусики свои Все-таки интересно, будет прям круче закручиваться, держаться Чем от моего выпрямителя Все-таки моему лет сто А это мой не сто Новый Ну, пока то же самое, не знаю В общем, что мне вам рассказывать Мои ли хорошие Все у нас нормально Дела хорошо Сегодня приехал к нам пылесос Который Слава заказала с сюрпризом Я была не в курсе того, что он заказал пылесос Но он заказал тот пылесос, который мы смотрели как раз-таки в МВидео Но он был один витринный И мы не стали его брать из-за этого Не знаю Да не, нормально, типа, закручивается, как обычно Типа, ну Ничего такого А я хочу, чтобы они у меня были такие, типа, знаете, закрученные Потом я их расчешу Зафиксирую Будет такая красота Вообще Кстати говоря, по поводу выпрямителя Я вот все думала, что все-таки это не просто, знаете, какая-то такая Прихоть Что-то новенькое Подорожнее Помоднее Я думаю, что все-таки для волос это будет полезнее Я не знаю, конечно, нужно поизучать, посмотреть Но я думаю, вот эти вот Как их называют Панельки, плитки Вот эти вот, которые нагреваются Ну, я не знаю, правда, как это правильно называется Не подготовилась я Но я думаю, что это все-таки какие-то действительно Должны быть более новые технологии И, может быть, он не такой стерт И, знаете, может быть, что-то хорошенькое для волос Какой-то защитный, может быть, барьер тут должен быть Я поставила 230 градусов максимальный Потому что, если я поставлю меньше То я буду 300 лет их закручивать А так я, в принципе, и так недолго держу Видите, достаточно нормально я провожу Хотя вот, не знаю Где-то нормально Где-то, наверное, все равно как будто надо больше держать Но получится в итоге хорошо Все-таки, когда волосы более испорченные Более жесткие Например, после окрашивания какого-нибудь Или много сеченых волос Вы давно там не стригли Ну, что-то такое Намного лучше держатся вот эти вот все укладки Вот эти вот все выпрямления Закрутки какие-то Намного лучше все вот это держится Потому что, ну, понятно, волосы жесткие и так далее А у меня волосы очень мягкие И такие нежные И, опять же-таки, это ее огромные плюсы И также, ну, как бы и минусы свои тоже есть Потому что, когда у меня волосы были более испорченными, что ли Не знаю, вот еще не все отросли хорошо После того окрашивания, осветления Когда я пыталась быть блондинкой У меня намного лучше держались все вот эти укладки Прям намного лучше, дольше Даже вот сейчас, когда я себе Дайсоном пытаюсь сделать Какие-то кудряшки, укладки Я понимаю, что у меня, конечно, насадки еще для коротких волос Ну, а у меня длинные Но у меня длинные волосы-то давно И Дайсон как раз у меня где-то год То есть у меня год точно, как уже длинные волосы Но у меня волосы лучше держали укладку Дайсон год назад даже, чем сейчас Я не знаю, с чем это связано Реально не понимаю Может они у меня действительно стали лучше за этот год Ну, вообще ничего не хочет держаться Вот такое-то держится Такое держится И я это говорю к тому, что раньше мне даже не нужно было ничем их закреплять Ну, имеется в виду, фиксировать ничем не надо было Никаких лаков, там еще что-то А сейчас, ну, надо реально Я на самом деле просто обожаю вот такой способ укладки волос на плойку Потому что это достаточно быстро И результат всегда есть И он сохраняется И вообще не сложно Вот Раньше мне тоже казалось Господи, это, наверное, так сложно Как это делают, там, в салоне особенно делали Но на самом деле это вообще проще простого Вообще, таким образом у нас должен быть объемчик помощнее Но, опять же-таки Как знать, как знать Вот, особенно объемчик должен быть помощнее Чтобы волосы сверху тоже накручивались Закручивались А в итоге что? Почему у меня так не закручиваются они? Раньше закручивались жестко, реально Сейчас, видимо, у меня настолько хорошие волосы Что за хрень, да? Вообще, всегда, у всего всегда есть две стороны Как это, у медали всегда две стороны Может, он выключился? Вроде нет Просто я не так часто что-то такое делаю Не так часто выпрямляю У меня волосы и так всегда хорошо лежат Ну что там? Вроде получше закрутилось И из-за этого волосы, видимо, в хорошем состоянии Я не знаю Что за бред Ну, раньше я, конечно, больше накручивала Хотя, скажу честно Вот, когда я сняла нарощенные волосы И у меня были такие короткие Можно сказать, что-то около коре Ну, конечно, подлиннее коре Мне нравилась моя стрижка Несмотря на то, что волосы были короткие И мне хотелось, чтобы волосы скорее отросли Но когда я укладывала волосы Вот так вот даже закручивала Не на Dyson У меня тогда еще Dyson не было Мне нравилось то, что получалось Было реально стильно так Прям трендово Вот все-таки надо Вот все-таки приходится дольше держать Видите, несмотря на то, что я поставила 230 градусов Казалось бы, вообще, ахренеть, как много Все равно надо держать долго Чтобы был результат Потому что от того, как быстро я провожу Результаты практически Он, конечно, есть Но в основном на концах И меня это, конечно, обмораживает Может быть, мы поедем в торговый центр В кино сходим, не знаю Мы так и не сходили в домовой магазинчик В который я хотела сходить С посудой и так далее Я хотела там посмотреть Во-первых, хочу посуду посмотреть Конкретные новые Потому что у нас есть тарелки с колами Я вам рассказывала Вот И я бы хотела, получается, посуду посмотреть Посмотреть Также хотела бы Честно, хочу заменить коврики в ванной В туалете Потому что эти коврики, которые у нас Они у меня заколебали Я их просто ненавижу Вот этот толстый ворост Такие прям отдельно Друг от друга Не знаю Вот эти ворсинки Длинные Они вообще никак не прочищаются Как бы я ни стирала ковер Своим пылесосом я его почистить не могу На нем постоянно какие-то крошки Финтифлюшки Пылинки Ну, короче, просто какой-то отаз И мне приходилось даже его вытряхать в ванную И все равно он грязный И даже после стирки, вытряхания И пытаться пылесосом его почистить Он все равно выглядит не очень И, конечно же, выкидывать никто его не собирается Но просто он меня реально настолько задолбал Что я хочу его просто поменять Этот ковер всегда найдем куда деть На дачу отвезти и так далее Просто его надо в какую-то химчистку сдать Потому что я не могу своими руками Его сделать приличным Не могу еще А еще все-таки я решилась на перманентный макияж Единственное, что мне нужно записаться И как-то выбрать день Единственное, конечно, что меня это жутко обламывает Потому что, скорее всего, вся эта процедура займет часа три Потому что, насколько я помню В тот раз это прям долго Ну, была вся эта процедура Пока начертишь Пока выберешь то-се Пятое, десятое Пока все это будешь забивать Вырисовывать Короче, треш Вот, и потом еще надо, получается, прийти на коррекцию Через сколько-то В общем, я не помню, но, понятное дело, когда я соберусь Когда я дойду, там мне уже расскажут Но губы я пока делать не буду Перманент У меня еще даже не вышло видео, где я с вами об этом болтаю И задаю вам вопросы по поводу того, что вы думаете Как вы думаете А еще зацените седой волос Не знаю, видно вам или нет Сказать, что у меня их дофига, это ничего не сказать Просто ничего не сказать Как-то раз, когда я была на волосах У меня спросили, болела ли я ковидом Потому что девушка, вот как раз стилист по волосам Она сказала, что очень многие приходят, жалуются на седые волосы после ковида Что после ковида у них появилось много седых волос Представляете? Вот такая вот финтифлюшка Я уже устала их отрезать Потому что их реально огромное количество У меня, ну как, так их не видно Но вот если сидеть рыться в своей голове Их много Их реально много Ух ты, смотрите, какая красивая получилась у нас Кудряшка Их реально много Прям пугающе много Поэтому я буду, скорее всего, все-таки красить волосы Но мне безумно грустно от этого Потому что я не хочу их красить Вообще не хочу Мне очень нравится, что на моих волосах сейчас нет вообще никакой краски Чисто мои волосы, мой цвет Без всякого там инородного, чужого каких-то примесей Это у нас получается второй слой И сейчас пойдет третий слой Я такая накрашенная Прям, можно сказать, наряжаюсь супер-пупер Хотя никакого свидания там сегодня у нас не намечается Хотя мы давно планировали сходить в ресторан покушать стейки Это было бы просто волшебно В принципе, сегодня понедельник Места должны быть Но мы как-то сегодня этого не планировали вообще-то Но вообще, какая сейчас я нарядная буду Почему бы и нет, да? Вот, по поводу седых волос Но ковидом-то я не болела, кстати говоря И поэтому, ну, как бы я не понимаю Причина какая-то другая должна быть в том Что седые волосы Я знаю, что кто-то напишет, что Ну, как бы вариантов много там, да? И генетика, понятное дело Или там не хватает в организме чего-то Там может быть неправильный мой ритм сна, там, жизни Вот это все Ну, как бы причин действительно может быть много Насколько я понимаю Я как-то, по-моему, это, типа, гуглила Интересовалась Типа, что за фигня? Я еще одну книжку начала читать Там про гормоны женские и так далее Ну, в общем, интересно Может, в следующем видео вам расскажу Не знаю Ну, расскажу, наверное И это тоже, конечно, это и так понятно Ясно, что нашим настроением Мы просто женщинами управляют вот эти вот самые гормоны Это просто какой-то взрыв мозга Что вот реально есть столько моментов в жизни От которые от нас как будто бы Не то, что не зависят Ну, типа, блин Мне даже 25 нет Какого черта у меня седые волосы? Я понимаю, что это генетика там Туда-сюда Много причин Но почему, например, это может зависеть напрямую от того, как я сплю? Ну, вот, видимо, может, да? Ну, это как бы, я не знаю Надо поизучать поконкретнее Но, короче, вот я про то, что Столько всего от нас не зависящего Так, вот что у нас получилось Получилось очень красиво Я обожаю такие волосы У нас прошло 20 минут За 20 минут я накрутила одну сторону Но я бы справилась, если честно, намного быстрее Если бы я не разделяла волосы на три части То есть вот как мы сделали первый слой, второй слой и третий Я обычно так редко делаю Я так делаю обычно, когда у меня полно времени Но сейчас, в принципе, у меня полно времени Я никуда не тороплюсь Поэтому я позволила себе такое дело Сейчас мы будем делать вторую сторону Потом я это все зафиксирую Как раз они сейчас немножко остынут Я их, может, немножко вот так вот поразделяю Потому что я не люблю, когда локоны сильно такие склеившиеся Я люблю такой более, не знаю, как сказать, эффект Как будто на второй день Как будто бы так и планировалось Я ничего не укладывала Вот просто само как-то так получилось Так что вот, буду сейчас смотреть всякие видосики на ютубчике Пока буду делать вторую часть И потом уже покажу вам, что получится Но я довольна результатом Прямо очень классно Понятное дело, вторую сторону нужно сделать так же Разделить на три части Так, ну что ж, ребят, все Я закончила нашу укладку Сейчас я все расчешу И мы это все дело будем фиксировать И, кстати говоря, конечно же Каждый раз, когда я делаю что-то со своими волосами Там показываю вам укладки, косички, неважно Мне всегда хочется опять поднять тему моих волос Как я ухаживаю за ними Потому что мне постоянно об этом пишут И мне приходится в каждом практически видео Stories и так далее, так далее Об этом рассказывать Ну, в общем, это один из самых популярных вопросов Как я ухаживаю за своими волосами И какими средствами я пользуюсь Я думаю, что многие мои подписчики знают Что я, в принципе, ухаживаю за своими волосами Я люблю делать уход для волос Но в основном я делаю это не так уж часто Один раз где-то в два-три, может быть, месяца Но я говорю про салонный уход В общем, делаю это не так уж прям, в принципе, и часто Но также очень важно то, что вы делаете дома Как минимум нужно смотреть, что вы наносите на свои волосы Даже когда вы сделали укладку дома И хотите закрепить ее лаком Нужно знать, что лак бывает с разным составом Где-то производители вообще не заморачиваются И там более такой дешевый, вредный состав А где-то все-таки задумываются о нас с вами И делают более качественный состав Я всегда читаю первую строчку Если в составе есть ДМЭ Значит, что в составе нет спирта А это очень хорошо Лаки, у которых в составе ДМЭ Не склеивают волосы и не образуют пленку Не имеют неприятного запаха И, соответственно, производителю не нужно пичкать его всякими отдушками Если сказать простыми словами То лак с ДМЭ в составе более щадящий Меньше вредит волосам Я не люблю сильно много лака наносить Мне нравится, когда все-таки более такой естественный Какой-то образ создается Остается, да? То есть без всяких сильных закреплений Но, к сожалению, я не могу обойтись без лака Последнее время, как я вам уже рассказывала Большой плюс того, что, как я и сказала Ничего не склеивайте Нет этого дурацкого ощущения Что у тебя на голове просто сено какое-то И они остаются такими же мягкими Но при этом ты все-таки чувствуешь, что они зафиксировались Но нет вот этого вот сена на голове Я, на самом деле, не всегда об этом задумывалась То, что нужно следить за такими вещами Мне казалось, ну, лак он и в Африке лак Все с этим понятно Но, как оказалось, на самом деле Что там тоже столько всяких моментов Но все-таки с возрастом я думаю, что Каждый становится более ответственным И хочет как-то больше следить за тем, что он потребляет Так что вот такая классная выкладка у меня получилась Привет, ребята Новый день Такая вот я кошечка Я помыла голову Накрасилась Ну, просто для... Ну, как, не то, что для себя Конечно, я видео тоже снимаю Но мы сегодня, ура, наконец-то поедем в торговый центр Покупать пылесос Надеюсь, что мы сможем его купить Потому что я уже не знаю Что там, да как там Может, окажется, что нету его Или еще какая-нибудь фигня Хочу купить люстру Лампочки Тарелочки Еще, если честно, я даже не знаю Вообще, получится ли у нас поехать на дачу Прям нормально так Типа, в духе на неделю В этом месяце я сомневаюсь Потому что работы просто дофига И я такая, типа, что за нафиг И, с одной стороны, я очень рада Конечно, как можно не радоваться работе Но просто я даже немножко такая, типа Че, подожди, куда, кого, как Потому что столько всего Что я даже не понимала, как все это успеть И я начинаю Я начинаю нервничать из-за этого Потому что хочется все успеть Ну, короче Пока я мылась Красилась Расчесывалась Слава сходил за кофе За капучинкой Поскольку, вы знаете, у нас тут нет кофемашинки Сейчас я пожарю яйца нам На завтрак Вчера яйца, кстати, мы не ели Вот, вообще я в последнее время Я не знаю, почему я безумно обожаю эти яйца Я с ума схожу Мне так нравятся именно жареные яйца Но Меня очень сильно пугает То, что они, типа, сырые И это может быть очень вредно Потому что там могут быть какие-то То ли сальмонеллы, то ли, не знаю что Я из этого, конечно, жутко переживаю Но они такие вкусные Вот почему масло скатывается вбок Что это за хрень Что здесь с этой сковородкой глупой Не так Ну-ка, давай Вот почему она вбок И так всегда Я не знаю, почему Она прям как будто вот здесь вот Поднимается наверх Хотя она не должна так делать Не знаю, зачем я так делаю, точнее знаю, потому что там есть какая-то склизь, и я хочу ее, как бы, не знаю. Правильно я делаю, нет. Ну, чтобы все приготовилось как следует. Так, мы уже позавтракали, хотя время, конечно, уже далеко не завтрак, обед. Сегодня мне пришла посылочка вот такая, там должна быть очень классная, красивая дубленка, вот. И мы это все обязательно померим, мне это надо еще снять в сториз, понятное дело, вот. А я пока что буду сушить голову, заодно покажу вам, как я это делаю. Наверное, кто-то думает, что, вау, наверное, как-то укладывается красиво. Нет, я вообще иногда, бывает, не сушу голову, просто расчесываю главные волосы, влажные, мокрые, ну, как бы, ничего страшного. Ну, они у меня нормально расчесываются, не портятся от этого. И они просто высыхают в таком состоянии, и нормально. Но, насколько я знаю, все равно лучше сушить. Я как-то сказала, что, типа, лучше не сушить волосы, это наверняка и полезнее будет. Но, на самом деле, оказалось, что, якобы, нет, потому что они тогда какие-то не такие, там что-то открыто, не закрыто. В общем, я в этом, конечно, не сильно разбираюсь. Я очень часто и очень много получаю вопросов по поводу своих волос, как я за ними ухаживаю, как я сушу голову, там, не знаю, как они у меня такие отросли. Пью я какие-то супервитамины для этого, или, не знаю, колола ли я себе какой-то мезобартен, еще что-то, или как там это называется, мезотерапия. В общем, нет, ничего такого я не делала, просто я делала счастье для волос и наращивала волосы какое-то время для того, чтобы, ну, отросли. И так, довольно-таки быстро у меня высохли волосы, я их высушила, хотя они немножко еще влажные, но мы пока из дома не выходим, поэтому я думаю, как раз они высохнут до конца. Ну и, конечно, я еще их так быстро высушила, потому что они у меня уже были немного сухие, то есть не такие мокрые, да, как только выходишь из душа. Вот так, я всегда сушу голову так, как вам показала, кверх ногами оборачиваюсь, потому что таким образом, мне кажется, объемчик добавляется какой-то. Ну, так тоже удобно, быстренько, вот, а потом уже, ну, по-нормальному, по-обычному, и вот видите, какие они у меня гладкие. Цвет тут, конечно, ужасный, вообще уже во всем доме ужасный цвет, только тут хороший, и сегодня тоже надо будет как раз купить эти лампочки, все штучки-дрючки. Так, вот такие у меня волосы получились, ничего особенного я не делала, просто шампунь-бальзам, как обычно, я ничего больше не наношу на волосы. Посушила, расчесала, и они вот такие вот у меня плотненькие, красивенькие. Кстати, счастья для волос я достаточно давно не делала, последний раз я делала какую-то маску, что-то такое, потому что у меня по времени что-то там... А я опоздала сильно, хотя мне сказали, что можно все равно сделать, потому что следующий клиент не придет, что-то такое, но я отказалась, потому что должна была встретиться с подругой, и мы договаривались, ну, короче. Вот, я подумала, что в другой раз сделаю счастье для волос, и, в принципе, могу сказать, что волосы у меня, правда, в очень хорошем состоянии, и концы тоже в очень хорошем состоянии, потому что в прошлый раз мы достаточно много отстригли мне, то есть у меня волосы были длиннее, наверное, на... вот, я не знаю, видно вам, нет? Ну, вот столько точно, то есть они сейчас были бы еще длиннее, но, если честно, я не вижу смысла прям супер-супер длинных, вот так, мне кажется, очень даже ничего. Так, света тут, конечно, не то, чтобы мало, хотя вообще-то здесь все лампочки берет, не знаю. Так, вот такой вот магазинчик, и я просто в восторге была от этой дубленочки. Не знаю, короче, сейчас посмотрим, как она на мне сидит, как это все выглядит вживую, но то, что я видела в сториз, и на сайте у них, очень понравилось, так что... Так что сейчас посмотрим. Это размер S, причем я долго думала, сомневалась, какой размер мне нужен. Нужен мне S или побольше, и сейчас мне кажется, что надо было брать побольше. Что-то я не знаю. Ой, какая классная! Мне так нравится! Класс! Но мне все равно кажется, что надо было брать побольше размер, что, не знаю, странно, в руках вот здесь как будто... Хотя, не знаю, то есть у меня, получается, подмышка заканчивается здесь, вот тут вот, где я показываю, представляете, вот тут. А рука... То есть вот так вот должно быть, а у меня вот так вот. Я думаю, для фоточек должно быть прям очень классно. Не, ну не только для фоточек, для жизни тоже, только вот я смотрю, там ворсиночки тоже остаются, поэтому нужно надевать что-то такое, что не приклеивает к себе ворсинки. Мне нравится, мне нравится то, что она не черная, такая, типа, с коричневым, знаете? Улет. Но ворсинок она оставляет много, конечно. Так, еще от этого бренда прислали пуховик. Да, виг. Он тоже такой, типа, оверсайз. Кстати, у меня нет черного пуховика. Ну, такого именно, как куртки. У меня все такие длинные штуки. А иногда не хочется чего-то длинное. Ну да, он такой тоже просто, типа, оверсайз. Че, че сказать. Тут еще затяжечки есть. Вот такие, чтобы он был немножко затянутый. Ну, штанцы, конечно, другие надо, не с этими, да? Не, ну, в принципе, прикольная куртка, да? Мне нравится. Я думаю, она застегивается прямо до самого конца, вот так вот. Но я сейчас так делать не буду, потому что я тоналкой испачкаю. Но она такая, типа, здесь такая тепленькая, как будто бы. Но мне кажется, прикольно, если с чем-то, ну, подобрать. Лук. В принципе, ничего, да? Че, курточка прикольная такая, типа, как ветровочка, как бомбер. Прикольно. Просто я как будто давно ничего такого уже не носила. Мне нравится. Ее самая большая и главная проблема заключается в том, что если я подниму руки, то все мои грудь будут наружу. В общем, я пойду переодену какие-то штаны, джинсы, чтобы образ был более такой лаконичный, что ли, и сниму в сториз. Все то же самое померяю. По сути, че, мне надо только куртки померить. Ну и джинсы какие-то у меня будут. А в кофте я уже. А, кстати, зацените, как хорошо держится маникюр. Хотя не то, чтобы много дней прошло. Так, мы уже в машине. Посмотрите, какая я в этой куртке. Вообще как качок какой-то. Мы приехали на заправку, потому что на моей машине было остаток 50 километров всего лишь. И уже загорелось даже, что надо заправиться. И еще сейчас, когда мы поедем в торговый центр, мы поставим машину на мойку, потому что она ужасно грязная, пыльная. И вообще просто трэш. Я не знаю, она давно уже не видела. Не знаю, каких-то ароматов. Хочется заказать, чтобы здесь все виноградом натерли. Потому что есть этот, обрабатывают кожу салона. С всякими ароматами есть какие-то. И вот я обычно, когда такое заказываю, я не каждый раз такое заказываю. Но когда заказываю, всегда прошу именно вот такой вот с виноградом аромат. Очень вкусно. Вот, так что хочется помыть машинку. Сейчас заправляемся. Слава пошел это самое все оплачивать, заправлять. Потому что, капец, конечно. Машина у меня просто в шоке, реально. Вся грязная, вонючая. Еще и бензина мало. Ну, просто ужас. Так нельзя. 2345 рублей вышел. 42 литра. А, нет, он продолжает. Продолжает лить. 2417 рублей. 44 литра. Вот так. У меня получается 95-й бензин. Но мы всегда заправляем 95. Ну, везде он по-разному называется. Где-то V-Power, где-то Plus, где-то что-то там. Зависит от заправки. Но всегда тоже стараемся заправлять на одной какой-то заправке, одной фирмы, чтобы не мешать всякие бензины. Вот. И вот этот 95-й плюс, который мы сейчас заправили, стоит 54-69. А 95-й, ну, обычный 95-й, 52-19. Разница не сильно большая. Вот. Но 95-й плюс, который, конечно, получше. Вот. Теперь у нас не 48 километров остаток хода, а 637 километров. Представляете? А средний расход написано 8,1. Хотя вообще должно быть меньше. Почему так интересно? По городу один расход, по трассе другой расход. Ну, да. А мы почти по городу не ездили, да? Мы в основном в последнее время на дачу, да на дачу. Кстати, ребят, вы часто спрашиваете, что за вторая машина. Но я думаю, что все уже догадались. И я уже всем отвечала. Ну, не всем, конечно, но пару раз отвечала в Телеграме, что это другая машина BMW, которая. Это Славина машина. И в прошлом блоге я тоже говорила, что мы теперь счастливые обладатели. Точнее, у нас теперь в семье две машины. И из-за этого мы чувствуем себя очень по-богатски. Постоянно спорим, на какой машине поедем, какую поставим на паркинг. Вот эти вот все игрища, приколюшки. Я рассказывала в прошлом блоге, что мы хотим сдать в аренду паркинг. Потому что мы сейчас все равно там не живем, и ремонт не начинаем делать. И что, он просто так стоит? Но все равно, конечно, удобно, когда на одной машине уезжаешь на дачу. Можно вторую оставить. И знаешь, что с ней ничего не случится. За ней следят. Там камера, не камера. Все, вообще, на высшем разряде. Мы заехали к папе в сервис. И здесь просто лютый аншлаг. Мы даже не наше место, куда припарковаться. Ну, расскажи, как дела? Устал. Сотра работы. Очень много. Ну, это хорошо. Повалюсь. Я тоже сегодня на это жаловалась. Такие несчастные у вас все. Все, спрятались, спрятались. С России убегали. Все, мобилизацию отменили. Чуть-чуть, недельку подождали люди. Да, теперь всем понадобилось. И побежали. Ну, да. Ну, так всегда бывает. Затишье какое-то. Неделю сидишь, никому ничего не надо. Потом фига, просто всем все. Теперь работа возвращается до двух часов ночи. Папа. Потому что всем выручайте, спасайте, помогите. Срочно надо. Но сейчас еще перед зимой, конечно, все проверяют, еще волнуются, переживают. Так что заехали к папе. Сезон смены колес. Мы уже поменяли. Так что приезжайте к папе в сервис, кому надо. Чинитесь. Ребята, представляете, от папы мы до торгового центра едем уже, я не знаю, сколько. И мы вот уже смотрим на него. Но тут такая пробка. И не только тут. Мы уже столько пробок постояли. Столько наглых, офигевших людей, которые лезут со всех щелей и сторон. Ну, понятно, час пик. Че, сейчас почти 7 часов. Я в шоке. Мы едем уже, наверное, час. Навигатор показывал 30 минут. Хотя без пробок это вообще минут, блин, 15-10, наверное. Даже не знаю, реально мало. Вот. А в итоге мы стоим, я уже не знаю, сколько. Я уже успела проголодаться. Мне уже и жарко, и дурно. И с ума схожу. Уже даже никакого желания гулять по торгу. В центру нет, так долго добираемся. Кошмар. Теперь первым делом мне хочется поесть. Так, ну, наконец-таки мы доехали. Потому что, мне кажется, я уже сейчас с ума сойду. Я уже все хочу есть. И в туалет. И я уже не знаю. Мне кажется, мы сутки сюда добирались. Поставили машину на мойку. Будем хорошенько мыть все-все-все. И с багажником тоже. Ух, я так рада, что мы в городе. Тут много всего. Много возможностей. Можно и в кино сходить, и в ваулинг, и в ресторан. Ну, я уже одичала на даче, если честно. Сначала у меня прикольно, но долго прям засиживаться. Еще и когда погода нехорошая, я с ума схожу. Так, ну что ж, давай сначала пойдем за тем, зачем мы сюда реально. Прям специально ехали. Я уже жду этого момента. Я не знаю, сколько дней. За лампочками. За пылесосом. Лера Мерлен нам тоже понадобится пойти за лампочками. Там же я хочу посмотреть люстру. Представляешь? Да, я знаю. И там же я хочу... Жай, ты мне рассказываешь, как будто я не в курсе о наших планах. А еще я бы хотела пить в Москву. Такое же пивало, как у нас на даче. Дорогущие. Помнишь? Хорошее. Оно реально хорошее. И подушки у него хорошие. Потому что вот эти махровые мне надоели. Хотя почему надоели? Хорошее, но тоже такое себе дело. Ой, в общем, не знаю. Сейчас, конечно, посмотрим, что мы сможем найти. Сможем ли мы приобрести... Как пусто пахнет попкорным из кинотеатра. Сможем ли мы сегодня приобрести пылесос. Посмотрим, сколько он стоит. Ой, господи. Я надеюсь, мы найдем что-то прям очень-очень классное. Тысяч за пятьдесят. Тысяч за пятьдесят не сильно дороже. Надеюсь, получится. Но я могу в этом даже сомневаться. Так, ну что ж, мы пришли, как всегда, в видео. Потому что, ну, не знаю, мы сейчас сюда ходим. И это самое такое ближайшее большое, что у нас есть рядом с техникой. Ну, рядом с домом, с техникой. Большой магазин. Вот, сейчас пойдем искать, смотреть, какие есть пылесосы. И вообще, что есть в наличии. Если вообще больше что-нибудь. Так, ничего нету. Не то, что ничего нету, но никаких Дайсона вообще даже не пахнет. Может, с той стороны посмотреть? Там еще есть. Тефаль, я смотрю это. Ну, это Самсунг, это же не Дайсон. Надо брать фирму хорошую. Конечно, но Дайсон, что, плохая фирма? Хорошая. Просто, наверное, у нас ее теперь не будет. Или нету. О, Редмон, кстати, тоже знаю. Такс, Тефаль. Просто вариантов много, если честно. Реально много. Смотри, какой у него. Уже гибается. Да ну, такой мне не надо. Какой-то чужой. Блин. Я считаю, что лучше Самсунга после этого не будет. Ну, я не знаю просто. Что за штучка-дрючка? Тут, во-первых, маленький бак. У нас больше он. Смотри, он сейчас там типа с какой-то скидкой идет. Работает до трех часов. А, нет, это время зарядки аккумулятора. Время работы от аккумулятора до... Короче, 60 минут. Типа вес 2,8. Сухая уборка, да. Объем контейнера 0,5. А сколько у него мощность? Надо хорошую мощность найти. Мощный прям такой нужен. Да, давай. Ну, по цене недорого, конечно. Был бы это Dyson, был бы вообще космос. Но я думаю, Dyson можно найти в Москве при желании. Но мы же не какие-то там фанаты прям. Вот этот 80. Это что за бренд? Да, и вот он... Да, и вот он... Вон, вот здесь 10 хватушек. Здесь он помощен. 10,30. Блин, ну выглядит, если честно. Нет, вот видите, ты... Это как раз вот с коленом выпрямляемым. Неужели на все? Что ты рассматриваешь? Какой Филлипс? Есть Бош. Есть другие цифры. Ты смотришь, как будто ерунду в зай. Нужно что-то мощное. Давай, может, попросим кого-то. Я думаю, самое мощное, что здесь есть, это вот этот пылесос. С влажной? Это как? Ну, я к такому... Так себе, средне отношусь. Потому что все-таки с водичкой лучше всего мыть. Не, надо брать с хорошим баком и... Надо брать мощный пылесос, а водичка, пол помыть, это уже другое. Все, что обычно скрещено два в одном, это обычно фуфло. Нам показали пылесосы, какие есть по мощности классные. Есть даже мощнее Дайсона, которые там, ну, не знаю, какого-то Дайсона. Опять же таки, смотря с чем сравнивать, наверное. Но они все витринные. И, не знаю, один пылесос, который нам показывали, консультант уронил какой-то бак. Я безумно испугалась, аж вспотела. Вот, и он витринный, поэтому надо пять раз подумать, хотим ли мы брать витринный, который еще у нас куда-то свалился разок. Ну, вообще, не знаю. Странно, я думаю, что, наверное, нам придется повременить с этим и подумать еще. Вот, и так мы ходили, смотрели сейчас в холодильнике. Мама хочет на дачу холодильник побольше поставить, потому что там стоит не очень большой. И мы ходили, смотрели, я снимала ей видео. Снимала на видео, какие есть. Еще увидела, смотрите, какие морозильные камеры есть. У нас, кстати, на даче тоже есть морозильная камера, но я не знаю, насколько она рабочая. Вот, но морозильная камера, это прям вообще топ на самом деле. Надо делать кучу всяких котлет, заготовочек, пельмешек, купить разного мяса, курицы там и так далее, и так далее, все заморозить. Так что класс, вот так вот ходила, смотрела в холодильнике, маме записывала просто, что есть, какие есть. Вот этот, кстати, большой тоже. Высокий достаточно, просто у мамы на даче, по-моему, не особо высокий. В общем, не знаю, что-то с пылесосом пока непонятно. Пока, наверное, не будем брать. Не знаю, хочется просто взять хороший все-таки, это такая вещь, которую ты берешь не на пару месяцев, даже лет, а может быть, на много лет. Поэтому подумаем, посмотрим. Опять же, такие витринные образец тоже. Что-то так уже надоело все с витрины брать. Вообще, техника для дома, это, конечно, класс. Топ всего. Представляете, я увидела выпрямитель точно такой же, как у меня фен с технологией Sense IQ. И Слава мне взял этот выпрямитель классный. Причем, самое любопытное, что моему выпрямителю, который до сих пор у меня и работает, моему выпрямителю уже лет, я не знаю даже сколько лет, 15, мне кажется. Может, не 15, но 10 точно. Ну, даже больше, я думаю. Что тот выпрямитель, который у меня, это мой самый первый выпрямитель. А этот такой красивенький, посмотрите. Вот, поскольку пылесос мы сегодня не взяли, надо хоть что-то взять, чтобы быть радостный. Но он был не с витрины, там, кстати, еще три таких лежит в коробке. Супер-класс. Сейчас пойдем перекусим, а потом пойдем вот туда, в домовой, покупать всякие штучки для дома. Хочешься? Спасибо, только ты неси, давай. Ура! Хотел? Ты думал, что ты что-то взял? Я вообще ненавижу такие моменты, когда ты выходишь из магазина и что-то начинаешь пищать. Слава купил себе зарядку новую на телефон, потому что старые уже, совсем старые уже, уже, наверное, нету, мы одной заряжаем. Короче, и она пищала, не сняли там какую-то штуку, ну, не размагнитили вот это вот. Вот, все сделали, так что сейчас пойдем покушаем, наверное, как всегда. Тут особо кушать негде, бургеркинг какой-нибудь. Ну, тут есть какие-то рестораны? Я здесь люблю эту лапшичку по-китайски. Я такое не люблю. У меня бывает спрашивают, люблю ли я суши, роллы, потому что никогда никто не может увидеть, чтобы я что-то такое ела. Я всегда ем либо фастфуд какой-то, ну, именно из всяких хафешек, да, то есть всегда у меня можно видеть какой-то фастфуд, либо пиццу я недавно выставляла, хотя пиццу редко очень ем, потому что я не сильно большой фанат пиццы, но могу ее съесть. Вот, а суши, роллы, да, конечно, не ем. Ну, не знаю, как-то не люблю. Единственное, что я люблю, это... Суши, роллы, волк. Вот это я все не люблю. Единственное, что мне нравится, это Калифорния с креветками, вот такое. И то я могу съесть буквально три штучки у кого-то, ну, как у кого-то, типа, с мамой прийти в КПС. У тебя я суши, роллы, самый топ. Не, я не люблю. Я больше люблю стейки там, что-нибудь такое. Интересно, что в кино идет? Так, мы решили покушать бургер Кинг. Я всегда беру себе воппер и картошечку. И кушаю всегда с сырным соусом и с кетчупом. А это липтон зеленый, маленький, видите, в какой упаковочке. Я пока пришла сюда одна, Слава пошел забирать машину с мойки. Нас попросили до девяти забрать, а сейчас уже скоро девять. В общем, из того, что я сейчас здесь вижу, ну, такие, типа, простые варианты. Понятно, не всякие, дизайнерские мы такое не рассматриваем. Нам просто, чтобы светило и чтобы было симпатично. В принципе, мне вот понравилась вот такая, если честно. Не знаю, она, конечно, туда может быть еще не вписывается. И цвет у нее такой, знаете, типа бронзовые, что ли, вот эти вот палки. Не знаю. В любом случае, еще подожду Славу. Либо вот что-то такое. То есть просто у нас там светлая была, и можно вот что-то такое взять. Просто вот эти люстры, в принципе, достаточно неплохие. Мы такие по всему дому развесили, когда меняли. У нас, знаете, какие? У нас есть вот такая в гостиной, вот такая в коридоре, вот такая у Славы в комнате, в кабинете. И еще какая-то, которая у нас в спальне. Тут пока я ее не вижу. Ну, короче, мы таких люстр везде навешали. Можно, конечно, пойти туда еще посмотреть, но мне кажется, там ничего такого прям, что мне больше понравится, нету. Потому что я не люблю такие открытые какие-то или как. Ну, типа вот таких я не очень люблю. Мне нравится такое, типа с шариками как будто бы. Ну, это если говорить про какие-то простые варианты, но симпатичные. Вот такая прикольная, но к нам это не вписывается. Типа с деревом белый. Вот, так что буду сейчас ходить, смотреть наверх. Короче, как по мне, так самые такие прикольненькие вариантики для кухни. Ну, даже не то, что для кухни, а просто из того, что я здесь вижу, если без какого-то типа дизайна в голове, то что-то обычное такое, типа что мы брали какие-то шарики. Но не такое, например. Такое тоже не нравится. Посмотрим. Вот такая тоже прикольная, мне кажется. Площадь освещения 25 метров. Но у нас кухня меньше. У нас 14, по-моему, кухня. Поэтому по мне себе очень даже, я думаю, будет хорошо. Ну и плюс это не основной свет. Точнее у нас там два света. И по кругу во всей кухне вы видели. И посередине. Поэтому, в принципе, очень даже неплохой вариант. Можно даже что-то поменьше рассмотреть. В общем, не знаю, сейчас посмотрим. Типа лепесточки. Но с каким-то золотом. У нас там ничего такого нет. Никаких подобных элементов. Поэтому, в общем, ладно. А здесь какой? 20 метров. Ну вот это мне понравилось. Не знаю, почему-то нравится и все. Мы уже в Люра Мерлен смотрим ванны. Конечно, сейчас мы их брать не будем. Мы просто смотрим, сколько что стоит. И так далее, и так далее. Но вот это шире чем-то. Посмотри. Вот это шире чем-то. Это вообще ужас. Очень узкое. Вот. Смотрим чугунные. Вот. Хочется, конечно, побольше. Но побольше сильно туда и не поместится. Это 150 вообще небольшая такая, конечно. Ну, хотя бы 170. 160, я смотрю, вообще такого не бывает. 150, 170 только. А это акриловая. Мне что-то не нравится акриловая. Наверное, чугунные-то получше будут. Хотя, не знаю. Ванна акрил 9 тысяч. Акриловая ванна 9 тысяч стоит. Вот это 8 тысяч. Понятно, чугуны подороже. Вот это вообще 50 тысяч стоит. Устойчиво к когтям животных. То, что нам нужно. У нас есть когтявые животные. Мне вот такая нравится. Хотя, тоже не сильно широкая. Хотя, на 170. Сколько такая стоит? 32 тысячи. Ванна чугун. 170 на 75. Ну, а что, прикольная, по-моему, мне кажется, ничего. Правда, не знаю, ручки вот эти нужны нам. Такое вообще нет. У нас вообще нет ручек. В принципе, нафиг они нам нужны. Ну, может быть, когда ребенок появится, будет ему прикольно за ручки держаться. Хотя, хрен знает, я не знаю. Напишите в комментариях, вообще, ручки это классная тема или нафиг не надо. Тут тоже... А тут 160 на 75 размер. 160 на 75. А здесь... А здесь 170 на 75. Ну, в общем, мы будем на даче. Надо померить, что-то как. Ну, в принципе, 32 тысячи. И вот это вообще 27 стоит. Почему, интересно, вот это дороже, хотя она уже. Непонятно. Ну, в общем, конечно, чугунное, я думаю, то, что нужно. Мы там набрали всякого. Еще сушилку для белья взяли, потому что наша сломалась. А еще хотим заменить смеситель на кухне. А, вот, смотри, тут какие-то есть смесители. А, это для ванны? Кстати, для ванны тоже можно было бы заменить. Ходим, гуляем, смотрим. Вот, смотри, как бывает делают. Но единственное, что мне не нравится в этом варианте, что там слив такой сбоку куда-то. Видишь, как делают, когда мало места? Можно было бы на даче то же самое сделать. Но мне, конечно, если честно, такое не очень нравится, потому что видишь, куда они слив делают в итоге? В бочину. Когда стиралка расшатываться будет, она будет еще и эту фигню расшатывать. Ну, если стиралку, может быть, установить как-то? А, но все равно со временем все стиралки расшатываются. Ну, в принципе, да, они все считаются. Как интересно, что это? Ну, я поняла, что это просто интересно. О, видишь, как сделали? Так вот, хоп. И туда потихоньку сливается вода. Не знаю, мне не нравится такая система. Это все понятно. Хотелось бы мне на дачу тоже сделать какие-то классные шкафчики, полочки. Потому что, сами знаете, там такое старенькое все уже. В целом, вообще, хотелось бы там сделать супер-классный какой-то ремонтик, но прям ремонтик-ремонтик сделать будет очень дорого. А вот, например, поменять, ну, сделать ремонт в ванной, то, что нам реально надо, потому что ванна старая, течет, и вообще там куча моментов. Хотя бы с чего-то можно начать. Я думаю, примерно на ремонт нам 1100 понадобится, чтобы сделать пол с подогревом тоже, заменить какие-то такие вот штучки, плитку положить новую, трубы там где-то что-то поменяют. Ну, может, даже побольше, 120, не знаю. Вот мы как раз хотели посмотреть, сколько ванны стоит, чтобы понять, что по цене. Ну, плитки тут тоже такой, конечно, большой вариант. Было бы прикольно походить, повыбирать все это. Самой, типа, без дизайнеров. Но мне вот такое что-то нравится. Понятное дело, под мрамор какой-нибудь. На самом деле, вариантов очень много. В том же Leura Merlin прям очень много классных. Я вообще хотела везде плитку делать. Что, плитки смотришь? Под ступенки за ступенки. Ааа, да, прикольно. Под ступенки. Смотри, какие плитки красивые, да? А там тоже плитки же. Наверное, это не ламинат, плитка, типа, под дерево. Да, не клёво, конечно. Вариантов полно. В смысле, почернили шины? Ну, специально. Они так сказали? Да, настолько. Ничего себе, как здорово. Нам мыли машину и зачем-то еще шины почернили, как здорово. Так, смотрите, сколько всего мы набрали. И все это суперполезное и нужное. Покрывало. Три подушки. Вот такой покрывал у нас точно такой же, только другого цвета на даче. Взяли такие же подушки, как на даче, потому что такого цвета только одна была, прикиньте. Но я все равно хотела взять другого цвета покрывала. Не знаю, может быть, это была ошибка. Но у нас будет, получается, такое покрывало. И, получается, будет одна светлая подушка и две темные. Ну, я думаю, ничего страшного. Хотя у нас там тоже есть коричневая подушка. Взяли вот такую сушилку для белья новую, потому что наша как бы стоять может, но она уже такая, поломанная. Так, вот такое вот уютное гнездышко у нас получилось. Не знаю, может быть, я и жалею о том, что взяли такой цвет, а не темно-коричневый. Потому что темно-коричневый, он был бы прям идеально под кровать. Короче говоря, как видите, вот эти подушки у нас идут к кровати прям. Они вместе из одного же материала. И эти очень похожи по цвету. И было бы все прям одинаковое. Разумеется, это все надо постирать. Постелила, чтобы посмотреть, как выглядит, но не знаю. Я просто хотела, чтобы был хоть какой-то контраст, потому что у нас тут получается все коричневое. А теперь я уже не уверена в том, что это выглядит супер-пупер классно. Ну, не знаю, в любом случае, если уж что, можно поменять просто местами. Надо отчет ввести. Ну, не знаю, короче. Может быть, надо было брать коричневый. Но мне так тоже, в принципе, нравится. Так, лежишь, да, Вив? Класс. Уютно, Вив? Зверюга. Зверюга. Будем с тобой салат мимозу делать сейчас. Завтра у моей бабушки день рождения. И я буду готовить салат мимоза. Мы к ней в гости пойдем. Она вроде не собирается как-то супер-пышно отмечать. Просто придем в гости, покушаем, посидим, выпьем за ее здоровечко. Знаешь, черная классная. Да, черная классная. Но она какая-то другая все равно. Другая. Вот наша старая. А что это такое у тебя? Это заглушка просто. И что она делает? Глушит. А ее собрать обратно легко? Да. У меня тут мусор, который надо будет разобрать, убрать. Что еще у нас тут? Миллиард лампочек. Обратите свое внимание. Так, а где этот самый дозатор для мыла? Я его на кухню взяла, чтобы туда моющее средство залить. Сейчас посмотрим вообще нормально. Нет, ходила там с ума, сходила, выбирала. Ну, что-то я уже не знаю. Да не, нормально как раз то, что нужно, подходит. Тут у нас тоже лютый срач, который надо убрать. И хочу сейчас распаковать вот эту вот классную штуковинку. Особой потребности в новом выпрямителе у меня не было. Но мне просто хотелось чего-то такого новенького. И поскольку пылесос мы сегодня не купили, хотя вообще-то пылесос это реально нужное и необходимое, то, ну, короче, в любом случае захотелось как-то себя порадовать. И меня порадовал мой муж. Вот, а еще завтра к нам придет электрик. И нас тоже порадует тем, что повесит люстру и снимет старую. Так, конечно, я сейчас им пользоваться не буду. Девчонки, мне сейчас что-то выпрямлять не надо. Тут кнопочки. У меня точно такой же фен. Точно такой же, в таких же оттенках. И я его безумно люблю. Он очень мощный, классный, прям, реально. Тут еще такая сумочка дорожная к нему идет, прям вообще улет. Коробку нафиг выкинуть. Ну, вообще, надо попробовать, конечно, им попользоваться. Потому что, если что, вернуть, еще что-то. Термостойкий чехол тут есть. Вот этот чехол термостойкий. То есть, я могу горячий выпрямитель туда запихать, и все, норм должно быть. Да? Прикольно, гляньте. Такое все нежно-розовенькое. Молодцы, мне нравится. Классно придумали. Прям для девочек. Сейчас я вам покажу свой старый выпрямитель, которому миллиард тысяч лет. Не, он на самом деле реально работает. Я его просто на дачу отвезу. Потому что это тоже то, что мне приходится туда-сюда с собой таскать. Все-таки, мало ли что, выпрямитель реально мне может пригодиться. Хотя я могу сделать хвостик или косички, если уж там волосы какие-то такие-сякие, да? Не прямые, например. Я просто люблю, когда они либо прямые, либо накрученные, либо собранные. То есть, не люблю что-то среднее. Ну, понятное дело, в обычной жизни я могу так походить. Но когда видео, фото, хочется, чтобы была какая-то конкретная. Вот мой старый выпрямитель. Кстати, от Ремингтон. Мы не так давно со Славой были в магазине на даче и покупали лесорубку. Вот. И тогда как раз про эту фирму мы говорили, выбирали, смотрели. Вот. И этот выпрямитель у меня вот всю мою жизнь, сколько я себя помню. Он уже стертый. Я его, когда включаю в розетку и ставлю максимум мощности. Тут, кстати, тоже 230 мощность нагрева максимальная. И он работает, да. Но ему прям уже плохо. Он прям уже старенький такой. Но он все равно нормально, кстати, работает. В сути, я могла бы с ним продолжать жить. Но если сравнивать... Ну-ка, по тяжести интересно. Ну, вот этот как будто потяжелее, конечно. Он и выглядит помощнее. Тут мой весь в волосах моих. Выглядит помощнее, подлиннее чутка. Волосы. Кс-кс. Кс. По внешке, конечно, вот этот выигрывает. Ну, разумеется. Гляньте. Мне очень нравится, как он выглядит. Такой прям мимимишный. Надо будет теперь попробовать им и волосы закрутить. Я, конечно, не знаю. Но вот фен такой, он типа чувствительный. Ну, как чувствительный. Он защищает твои волосы. То есть, он их не перегревает. Старается подбирать температуру. То есть, там куча всяких таких приколюшек, плюшек. Вот. А не знаю, как выпрямитель. Так что посмотрим. И видите еще, что интересно. У меня на моем выпрямителе есть такая заглушка. То есть, вот. Так он открыт. А так хоп. И закрыт. А здесь такого нет. Но здесь есть вот такая штука. С одной стороны, типа неудобно. В том плане, что лишняя какая-то деталь. А так можно было бы хоп и закрытой. Но с другой стороны, выглядит это более безопасно. Если, например, куда-то в дорогу ехать, то я смогу каким-то образом защитить этот выпрямитель. Мне нравится. Я довольна. Уже собрала его в чехольчик. Прям классно. Такая мелочь. А так здорово. Вот. Ну, а этот я тоже люблю. Он тоже у меня рабочий. Несмотря на то, что он очень старый. Я думаю, что он может еще долго служить, кстати говоря. Но я думаю, что все-таки у новых выпрямителей, там уже другие технологии. Я думаю, что этот больше может повреждать волосы, чем новый, который... Ой, мамочки! Если честно, так устали. Ходили очень долго. Я еще в теплом костюме, в теплых ботинках зимних. Просто одурела от жары. Устала. Хочу сидеть отдыхать. Хочу, чтобы было дома чисто. Для этого мне нужен пылесос. Хотя у нас есть, как я уже говорила, робот-пылесос. И мы его включали вчера. Но сегодня надо было бы его снова включить, потому что я сегодня напылила. Пока вещи мерила, еще что-то. И я так хочу чистоту. Поэтому я думаю о том, что сейчас я поставлю яйца вариться для салата-мимозы, который мне надо сделать на завтра, бабушкин день рождения. И пока будут вариться яйца, я их обычно варю минут... Ну, на все про все уходит минут, может, не знаю, 15. Ну, пока вода вскипит. Потом, пока они вскипят, сбавить. Потом я их еще долго варю. Ну, там вроде надо минут 10-8 что-то такое варить их. Но я обычно дольше варю. Просто на слабом огне оставляю и ухожу по своим делам. И всегда все сваренное. Всегда все шикарное. Блин, мне надо сыр заказать. Вот, сейчас посмотрю, сколько всего наснимала. А что еще у нас такого интересного? Больше ничего интересного мы сегодня не купили. Люстру я вам уже покажу, когда мы ее повесим. И лампочки сейчас Слава заменит везде, где надо. И будет супер-пупер ярко. Потому что там у нас, видите, уже одна горит. Другие перегорели. Сейчас будет такая красота. Я так люблю, когда дома ярко, когда много света. Это так воодушевляет и бодрит. Кстати, ребят, решила записать видео, пока с вами не попрощалась. Хотя сегодня уже новый день. В общем, я хотела вам показать, какая люстра у нас тут теперь. Сегодня приходил электрик. Все поставил. Так что единственное, что ее немножко нужно, мне кажется, поправить. Тут все двигается, можно двигать. Но в целом я скажу, что мне очень нравится, как выглядит эта люстра. Она реально подходит сюда, под кухню. Я сначала думала, что будет не очень, потому что там есть бронзовые такие элементы. То есть она не черная здесь, а бронзовая. Там, видите, дырки от прошлой люстры видно. Ну, пофиг на них. Вот. Но сегодня для меня нашло, что у нас коричневая кухня. И, в принципе, очень даже классно сочетается. И вообще получилось просто обалденно. Чтобы вы понимали, вот такой свет у нас был. Вот. Тут еще не успели поменять лампочки, которые не горят. Был всегда вот такой свет на кухне. Потому что люстра, которая была здесь, она практически не светила. И она не включалась первого раза. То есть ужасная была. Вот. И на кухне был вот такой вот свет. Постоянно мне приходилось вот в таком освещении готовить. И посмотрите, сколько здесь теней. То есть ты стоишь, что-то там режешь, не знаю. Проверяешь, смотришь, готовишь. И как бы света вообще мало. А теперь вот как светло. И это просто супер. Смотрите, какая красота. Все видно. Я еще здесь сегодня убиралась. Полы везде в доме помыла. У нас же пылесоса пока все еще нет. Я все помыла. Вчера дверцы помыла. Сегодня ванну, раковину, все тоже такое прибрала. Так что вот так у нас теперь уютно. Мне нравится. Еще сняла эти штучки с подушек. Наволочки такие декоративные, волосатые, вонючие. Почему вонючие? Потому что они из какой-то шерсти. То ли овцы, не знаю, что. И когда их стираешь, они мокнут, они ужасно воняют. Просто ужас. Короче, я их постирала, расчесала. Сейчас они сохнут. Посмотрим, что получится. Там у меня уже сушатся вот эти штучки. Я еще окно открыла, духами их попшикала, потому что реально вонь просто невероятная. Вот, видите, расчесала. Не знаю, почему эта хрень так воняет. У нас еще были такие коврики. А, они сейчас на даче, кстати, около кровати. У нас такие коврики из такого же материала. Ну, я не знаю, что это овцы, какой-то шерсти. И когда я их стирала, я это был просто отвратительный запах. Вот я не знаю. Я думаю, что многие представляют, что это за запах. У кого тоже есть какие-то такие изделия. Я не знаю, как убрать этот запах. Наверное, никак. Но запах вообще неприятный. Но когда высыхает, норм. Так что лежат там сушатся. Я с вами на этом буду прощаться, заканчивать этот влог. Надеюсь, что он вам понравился. Не знаю, было вам интересно, прикольно, не прикольно. Но в любом случае, надеюсь, что было не скучно. Спасибо, что смотрели. Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. И всем пока. Пока. Пока.